Привет, все няши и не няши. Блять, столько всего произошло, столько всего надо сделать, столько всего надо рассказать. Огромный респект всем, кто подписывался в последнее время, да и вообще всем, в принципе, кто подписывался, потому что мы набрали 3000 подписчиков. Ну, вроде как это на фоне великих ютуберов, стримлеров и прочей хуйни всяких типа орехом и, конечно, ничто. Мы просто букашки по сравнению с такими великими стримлерами. Но все равно маленькая, но приятная победа. Мы перевалили запланку в 3000. И самое такое основное, ну не то, что самое основное, но из того, что хотелось бы рассказать. Ебать, какие тут дефы интересные, ребят. Будем записывать Сидж потихоньку и потихоньку я буду рассказывать, что произошло, что почем и так далее и тому подобное. Начнем с того, что я в ссылку в описании видео буду, вероятнее всего, каждый видос добавлять, точнее ссылку, в описании к видео. И ссылка эта будет на донат, типа, если вы хотите меня по какой-то причине поддержать, типа там, я не знаю, на дошик мне там денег скинуть, или просто хотите мне какое-то сообщение написать, чтобы я его не проебал, чтобы я по-любому ответил и прочитал. Но, само собой, если это что-то вменяемое и цензурное, а не какое-то там бессмысленное оскорбление или что-то типа того, то вы можете смело перейти, написать и с каждым новым видосом я буду зачитывать. Я надеюсь, там будет не слишком много сообщений, потому что может быть очень много и... Хотя, ну, маловероятно, судя по тому, как в прошлый раз это происходило. Ну, посмотрим. Короче, в общем, если вы хотите мне что-то написать, и чтобы я по-любому ответил и не проебался сообщением, потому что иногда люди пишут, и я просто нахуй не вижу, что кто пишет, и банально не отвечаю, потому что не вижу, то можете смело зайти туда, написать, ну, или если вы просто решили меня поддержать там, или хуй знает, или из жалости мне оловеху скинуть, ну, типа такое. То вы смело можете зайти, скинуть, я надеюсь, это всё говно будет правильно работать, потому что я тестил, всё работало, но всяко бывает. О, так это здесь фея, а здесь фея со скином, в смысле, лиумей, со скином как фея. Господи, вот делать нехуй людям. Давайте остановимся, кого мы ёбнем через Малаку. Её. Кого ещё? Ну, тут, блядь, она может меня шотнуть через Малаку, но... Но я не ссу, короче. Я не ссу, всё должно быть хорошо. Бить будем красных. Потом из последних новостей, да, вот тоже нужно рассказать, по-любому народ будет спрашивать, потому что видят, что я не в чае. Я вышел с гильдии чай, по собственному желанию, объясню... Ну, я частично объясню причину, потому что... Там много-много из-за чего, в принципе, я вышел, но... Основная причина то, что мне не хватает времени играть такой сидж, как играют они. То есть, мне абсолютно не нравится тратить там 4-8, а то и больше часов на сидж в день. То есть, ну, это... Не знаю, бред это или не бред судить, блядь, не мне, но, по-моему, это хуйня полная. И так играть сидж, и ещё и проёбывать его при этом, ну, это как бы такой себе прикол. В принципе, мне просто тупо не хватает времени такие сиджи играть. Плюс, ГВ ещё политика мне тоже не очень понравилась, типа... Во-первых, то, что... Зачем-то есть раж... О, ништяк, я думал, стан будет. Зачем-то есть раж... Непонятно зачем. В субботу. Там, ну, он небольшой, 3 мяча, но, блядь, он есть. Ну-ка, откатим её. Да, откатили, это хорошо. Так, теперь... Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Небольшой раж есть у них. И, ну, вроде как это, типа, нормально, да, когда есть какой-то маленький раж. Хотя, это, я не знаю, это бред какой-то. Он ничего, по сути, не даёт. То есть, то, что мы закрываем на третьем месте, то, что мы закрываем на десятом, на двадцать пятом, награда не меняется. Зачем этот раж нужен, для меня просто загадка. Просто, блядь, напряг ради ничего. Можно так выразиться. Раж ради ничего. Один раз мы взяли лего, вот, за время, которое я там был. Ну, это просто пиздец вообще. Там гиперслучайность была. Грубо говоря. Так. А кого я хочу ёбнуть девочками? Скажите мне, пожалуйста. Его. Его я хочу ёбнуть девочками. Так, вот её. И где вторая? Вторая на складе. По сути, происходит раж ради нихуя. И последнее, как бы, что вот прям у меня, ну, у меня прям вот пригорело маленько с этого. То, что у нас было мало народу. У нас там было что-то в районе там, я не знаю, там 18, что ли, человек или 19. Ну, у нас пиздец мало было. И там, типа, вообще всё плохо было. Прям супер плохо. То, что там из этих 19 человек ещё далеко не все, блять, бьют. То есть, там есть такие, типа, пассивные челики, которые... Ох, ебать, она же и даёт имун. Я вообще забыл. Ну, ладно. Хуй с ним. Хуй с тобой, золотая рыбка. Попробуем через имун продолбиться, что делать. А, окей. Нормально. Нормально. Слушайте, вообще неплохо. Весьма недурно. Ну, и то есть, по сути, это даже не 19 человек. То есть, там прямо, чтобы все раж отбили или там Сидж, такого, я хуй знает, я не помню. Ну, и как бы я не люблю бить раж, потому что... Ну, как бы вечер, суббота занимать вот этими тремя ГВ. И они ещё, знаете, как вот ГВ идут не так вот, что, типа, отбили следующее, отбили следующее, отбили следующее. Типа, отбили ждём час, нахуй. Отбили ждём час. Отбили ждём час, блядь. И, то есть, по сути, у тебя выпадает вечерних 3 часа вообще нахуй. То есть, ты ничего не делаешь, ты сидишь и ждёшь ГВ. Ну, типа, это, блядь. И когда у нас было мало народу, они всё равно рашили. То есть, блядь. Ну, типа, ну какой, блядь, смысл рашить ради чего? Ну, хуй знает, короче. Не знаю. Мне вот это просто пиздец, как мне странно показалось. Так, вот этого товарища нам чем-то надо выиграть. Потому что мои коллеги могут огрести на нём неслабо. Ну, наверное, забульдозерим его, потому что у меня уже ничего толком не осталось. Кроме копера и бульдозера. Блядь, я не то нажал. Где моя Оливия? Оливия. Здесь можно, в принципе, вторым бульдозером пойти на случай, если вдруг мне нужно будет первого поюзать куда-то в другое место. Я не вижу, блядь, его. Где грёбаный бульдозер? Так, это второй. Да, вот первый. Вот второй. Так. Ира Куни где-то здесь же был. Да, вот он. Всё хорошо. Ну, и в общем, я решил, что... Ну, его нахуй, я лучше пойду в фармги и не буду никому свои претензии высказывать недовольство. Я просто... Ну, типа, это неправильно, если я там, типа, кому-то что-то высказываю. Потому что это их ги. У них устоялось уже это всё. Значит, им так нравится. Мне так не нравится и... Пиздец, он заклинзил меня. Уёбок. Так, ладно. Блядь, надо было Оливию заливать на самом деле. Но... Похуй. Можно и так. Вот, вот так вот делаем. Ну, ты урод. Всё, иди нахуй, белка. Жулик, планы мои портить он будет. В вампире? Серьёзно? Джубель в вампире? Хуя тут какие, ребята, суровые попадаются. Так. Ну, и, блядь, не знаю. Я просто вышел с чая. Мне... Потом, насколько я знаю, там какое-то недовольство в спину высказывалось. Но высказывалось. Ну, блядь. В общем, не понимаю я таких Сиджей ради ничего, блядь. Ну, типа, там, в принципе, обосновывали, почему мы так в Сидж играем. Ну, типа, хуй знает, я с этим не согласен. Если результат, что так, что так, что так, что так был одинаковый. Блядь. Вот, я просто объясню, как происходит Сидж, чтобы отбить его за один день. Я объясню, как бы, как с моей стороны это происходит. То есть, я, блядь, практически по таймеру. То есть, я ставлю будильник на начало Сиджа, блядь. Чтобы вы поняли, как, блядь, мне приходилось бить ёбаный Сидж. Я ставлю будильник, блядь, на начало Сиджа, чтобы успеть хотя бы, сука, два дома отбить. В лучшем случае, три, блядь. Если, ну, типа, там, если проспят люди. И дальше... Так. Сейчас я возьму вот это. Вот это. И давай. Вот это. Я просто объясняю, почему у меня так бомбило, блядь, на этот Сидж. Чтобы вы просто понимали. Я сейчас посмотрю, она с рунами или нет. И с рунами ли у меня мячик. Во-первых, типа, ну, основное ещё, что меня мыкало дико, то, что, помимо этого, что я не могу записывать Сидж вообще никак, типа, там... Ну, чтобы вы поняли, короче. Вот я ставлю будильник для того, чтобы зайти на Сидж, да? И успеть отбить несколько мечей. Я объясню, почему. Вы скажете, типа, нахуя это делать? Ну, в другое время, возьми, зайди, отбей. Я объясню, как это происходит. Происходит это ещё веселее, чем... Можете, блядь, себе представить. Вот отбили. Дальше происходит интересная вещь. Мы не бьём просто Сидж. Мы, типа, табаем. Мы все домики ударили по разу, и всё. И сидим, ничего не делаем. Сидим, тактика такая. Мы сидим, ничего не делаем, мы ждём. Чего ждём? Ничего не ждём. Ждём, пока две гильдии начнут пиздиться друг с другом. И смысл в том, что... Эта тактика есть, но она играется через 13 домов, а не через сидим-ждём. Мы сидели, ждали с 12 домами. Мы сидели, у меня вот таких прям... У меня, блядь, жопа взрывалась на это. Вот то, что мы сидим, ждём без домов. Почему не забирают? Это же лёгкий, да? Ладно. Окей. Так. И кого? Ну, русалка не прокатит, арх прокатит. Ну, сука, жалко такого тратить. Ну, и похуй. Сойдёт. Долго, зато экономно выйдет. Нормально. Нормально должно быть. Так, ну чё я там, блядь, остановился? Мы сидели, короче, с 12 домами и просто ничего не делали. И если противники нас пиздят, то мы возвращаем свои дома до 12 и дальше сидим, ничего не делаем. И типа, если противники лезут глубоко, мы типа отрезаем их. То есть, типа, это неплохо. Но мы всё это делаем с 12 домами. Чтобы вы понимали всю охуенность происходящего. И дальше, дальше самое интересное происходит. Все сидят, ждут. То есть, как я жду, все, блядь, все сидят, ждут. Дальше происходит интересный момент. Как только, как только, блядь, какой-то появляется дом бить, ну типа, на него ставят марку, типа, мы готовы должны бить, блядь. Дальше происходит такая приколюха. Я ставлю, типа, таймер, ну примерно на дом зайти. То есть, без таймера вообще нереально, типа, блядь, вообще. То есть, типа, совсем. И ты заходишь, и вот в момент, пока ты, блядь, выбираешь дом, ну дай бог ты успеешь выбрать и ёбнуть один дом. А потом всё, а потом пиздец, дальше сиди, жди. И вот таким образом, типа, ну вот у меня начинается сидж где-то в 2 часа дня, по моему времени, если я ничего не путаю, или в 3 часа дня, я уже не помню. По-моему, в 3 часа дня, я не знаю, там это переход времени. Не ебаный был, я не помню, во сколько он начинался. И, блядь, отбивать 30 вот этих своих мобов мне нужно было до примерно 10, блядь, вечера. Это ещё как бы, да, такое было не раз, нахуй. Самый, вот, самый, говорю, кошерный расклад был, когда я заходил. Подожди, у нас жёлтые 2 дома, что ли, блядь, отобрали? Да. А чё за хуйня? И красные тоже, да? Или нет? Ну, получается, да, и жёлтые, и красные нас отпиздили, все нас отпиздили. Надо убить Малонга точно, потому что он довольно тяжёлый. Чем только. Блядь. Ну, можно, в принципе, копернуть, но такое... И, блядь, вот этот Сидж меня просто вообще в тупик, нахуй, ставил каждый раз. Я не понимал, просто хули мы сидим, ждём с 12 башнями. Типа, эта тактика, она, я не знаю, нас один хуй пиздили, 2 гильдии всё время. Всегда, блядь. Что мы сидели, ждали, что мы рашили, что мы хуяшили. Нас всё время хуярило 2 гильдии. И, типа, ожидание ради ожидания. Такой себе прикол. Кем ещё можно это пробить? Малонга, блядь. Ну, типа, арха я отдал, русалка говно, блядь. Русалка не выигрывает мне игры, я в рот её ебал, так. Кого можно, мумо, перну русалку, типа, пойти? Ну, может получиться параш. А тут я точно копирую, точно бульдозерю и потом добиваю. Если перна не сильно прокает. В принципе, норм план. Мне кажется, план хороший. И, то есть, ты, блядь, ты не можешь нормально ни удобный деф ударить, ни что-то ещё. То есть, блядь, ты играешь в таких пиздец, в каких стрессовых условиях, потому что ёбаные эти пищалки на улице. Я не знаю, вы слышите, у неё эта сигналка на улице. Типа, ты играешь вообще в таком очень беспонтовой стрессовой ситуации, потому что ты не можешь ни удобные дефы ударять, ни, блядь, ни что-то ещё делать. То есть, по сути, ты сидишь быстрей, 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 блядь, отбить, быстрей занять. Ты ни пак не можешь выбрать. Нихуя. Ну, типа, это вообще дерьмо полное. Я не знаю. Это очень неудобно. Типа, я был в нескольких гильдиях, типа, ну, вот, реквием, потом фармовый ги я был, потом вот в этой нормальной фармовой ги, где бу была, где, блядь, ну, где мы там толпой играли, я не помню, там, CG были, рубин-два рубина, такие CG были. И нигде такого не было, то есть, ну, ни в одной ги такого не было, блядь, чтобы вот прям вот так вот тяжело было CG играть, вот так вот стрессово, типа, блядь. Ну, я хуй знаю, блядь. Это мега неудобно, это мега, блядь, хуй знаю, какие речевые обороты мне нужно выбирать. Это пиздец полный. Давайте ещё поищем неприятные дефы. Это вообще дерьмо, блядь, типа. Вот это неприятные, да, но я уже отдал и Копера, и всю хуйню я отдал. А, нет, пандочка осталась, кстати. А кем ещё можно? Хм. Кем, блядь, ещё можно? Ну, типа, в теории, если я возьму слона, мы же выиграем? Ну, вообще, да, типа, по идее. Да настрепать некому. Ну-ка. Да возьмись ты, ёб твою мать. Почему у него руны не показываются? Я на него, блядь, тыкую, тыкую, ничего не происходит. Ну да, мы должны выиграть, типа, он даст деф-бав, и... Панда просто методично долго будет пиздить. Этот будет танчить. Панда будет танчить Аноса. Вуса будет танчить Ретиша. Ну, типа, да. Да, должно быть. Должно быть легко. Ну, типа, я мог сюда Кумара взять, или Чандру, да, но... Мне кажется... Будет ничуть не хуже вот так вот. Ну, сразу слона пиздить, жулики, ёбаные. Это хорошо. Деф-бав, нахуй. Ох, сейчас слон уебёт. Сейчас палите, палите, слышь, палите на мувик. Слон сейчас уебёт. Давай сюда. Блин, это раскол упал. Блядь, пока не буду баф юзать. А вот хил юзанов, пусть будет. О, да, крест на мне повесили. Мы закроемся. Убьём вот этого... Товарища. Захилимся, повесим. Баф атаки. Тут уже дальше автобой. Нормально. Нормально. Ну, и говорю, типа, много неприятных вещей оказалось. Вот это Сидж, вот это ГВ, блядь. Но ГВ ещё, типа, ну, блядь, такое, типа, просто... Хуй знает. А вот Сидж меня прям просто, блядь, очко горило с этого Сиджа. Ноль побед. Так. Два пятнадцать, ясно, оставляем. Шесть восемнадцать. Ну, тоже, наверное, не буду трогать. Я кого-нибудь другого побью, кто посильнее. Ну, вот, чё это такое? Два три. Ну, это хуйня какая-то. Пять два. Вот этого можно товарища ёбнуть. Три три. Блядь, ну, у меня вот этого товарища, у меня нету галеонов больше, правильно я говорю? Да, здесь галеона нету, и здесь тоже нету. Я бы выебнул фениксом через галеона, но... Не, в пизду, мне нечем бить. Типа, я могу термосом через русалку, но, блядь, я ненавижу это дерьмо, я так не играю. Тут я левого уже потратил. Ну, вот это, типа, у него три три, да, стата? Да. Ну, давай, наверное, блядь, попробуем. Плюс кто? Плюс кто, блядь, нам нужен? Какой-то громад вот. На панду. Желательно с хилом. Ну, кстати, вот можно арха, в принципе, взять дебильного. Он хоть и бесполезный, но хилить-то он будет. Ну, можно либо Эмму взять для деф-бафа и стрипа, но стрип мне ничего не даст. Но Эмма танчить будет точно хуже, чем Арх, намного. У нее хила нормального нету. Типа, панда ее просто задрочить может, пока ее Ариэль килит. Да, мне кажется, с Ариэлем лучше будет намного. Да, мне так кажется. Так, у него вроде три была стата. Типа, он неприятный, но посмотрим. Короче, вот по этим причинам я вышел из чая. Я написал им где-то за несколько дней до конца ГВ, что выхожу. О, хороший прок. Найс. Прям очень хороший прок. Ну, блядь, ты че меня стрипаешь? Так только телки делают. Ну, может, еще раз стрип? О, ништяк. О, хорошо, Арх ебурит. Обожаю его. Ну, ой, какие проки от Тесака. Вау, вау. Красава, Тесак. Тесак просто соляру развалил, блядь. Я мог сюда вообще нахуй брать какую-нибудь пенька или кабана, блядь, вместо Арха. От Тесак бы соло выиграл. Ну, хотя вот Арха сейчас недолго ковырять будет, потому что ну, типа, вода, вода, огонь, все такое. Короче, я взвесил все за и против, и поэтому решил выйти с чая. Я решил, что мой пукан не готов, нахуй, к таким баталиям. Так-то в целом ГИ неплохая, но и... А, ну и мертвые рейды. Это тоже мне не понравилось. Типа, вообще, просто... Вот это прям тоже так осадочек оставляло. Ну, типа, блядь, я в Фарамге больше рейдил, чем в Чае. Мы несколько раз ходили с Никином в рейд, и... Дай подумать, дай подумать. И вот Серега ТНХ рейдит там еще. И все. Сейчас, секундочку. Овнер из ГИ вышел. Там Овнер тоже рейдил. Но Овнер из ГИ вышел. Юльку там... Ну, там история с аккаунтом неприятная. Я не знаю, там, как там сейчас. Устаканилась, не устаканилась, блядь. Но... Факт в том, что кроме Юльки и ТНХ и Овнера там вообще никто не рейдит. Там есть Бург этот новый, они его взяли. Но у него такой беспонтовый пак, я не знаю, с ним вообще стрёмно рейдить. У него Катапак. Ну, у него стрёмный какой-то, я не знаю, типа... Ну, блядь, я не знаю. У нас с ним нет синергии. Он такой, типа, вообще, ему похуй, он там не вел руны, ничего не ставит. Ему до пизды вообще, короче. Он на своей волне. И... Не знаю, у меня с ним просто, блядь, одни вайпы, ничего не идёт. Хотя, например, мы с Яном ходили вот вчера ночью и вайпов вообще почти не было. Типа, ну, прям, вообще нормально ходили. Хотя у Яна там тоже не сказать, что прям супер межгалактически сильный пак, который там соло тащит. У него нормальный пак просто и всё. И, блядь, фейлов никаких не было. Ну, типа, хуй знает, короче. Так, вот это сколько побед, блядь. Его уже кто-то бьёт. И там 3-3 счёт. Уже 2 убились. Кто продолжает его бить? Эксклюзив. Братиш, ну, а как ты хочешь вот этим дефом его убить? Вот этой атакой. Типа... Типа, Лич останется в соло и убьёт их? Хитрый план, хитрый план. Вот этот, типа, самый сильный. У меня 3 атаки осталось. Ну, давайте рискнём. Давайте рискнём. У меня что осталось? У меня Мумо есть. Кто у меня ещё есть? Бесполезная русалка. Кто ещё? Чандра есть. Из того... Тесак... Ой, термос типа да, но типа нет. С другой стороны... Хуй знают. Ну, Лешенить это типа надо через Галеона, типа с Фениксом, но... У меня нету... Нету Галеона, блядь. Хотя можно через Меган зарофлить, залюшинить. Я не знаю, получится, нет? Чисто в теории с Бастет бы точно получилось. Типа, прям... Ну, прям точно. А с Меган хуй знает на самом деле. Типа, Лешен, Феникс, Меган. Если там в Вилрунах, им пиздец. Если нет, то пиздец мне. Ну, можно, кстати, попробовать. Ну, по-любому все хотят увидеть Феникса Света. По-любому. Потому что никто не видел, как этот товарищ играется. Лидерок у нас нету. Так, давайте продумаем. Меган заливает, ходит Фен, потом ходит этот хуй. Если вот Козленок в Немезисе, он кому-то даст ход, мы под бафом брони должны пережить. Блядь, но у меня нету Лешены, которая быстрее Феникса. Вот в чем проблема. Вот в этом минус этого пака. Давай попробуем, похуй, какая разница. Да пизды. Я не хочу ничего придумывать сложного. Типа, можно было через Момои русалку пойти, но такое. Хороший стан. Отлично, в Меган. Может еще раза четыре ее ударить, я вообще не против. Пиздец, он выхилил, конечно. Добьем, наверное, Ракони. Да, нормально. Нормально. Вот это у них самый сильный Ипфикс. походу самый сильный у них в гильдии. Ну, вроде мы все сильные дефы побили, сколько смогли отбили. Короче, так вот Сидж вышел. Такие, блядь, дела. Короче, ссылочка будет под видео в описании. Если по какой-то причине решили меня поддержать, базара 0, буду только рад. Буду, посмотрим, посмотрим, короче. что вы там напишете, напишет ли кто-то вообще. Короче, такой Сидж вышел. Что следующее записывать, я пока не знаю. Возможно, я одного босса в лабе запишу. Интересно, когда лаба откроется, но это хуй знает. Это типа не скоро, наверное, будет. Но я точно хочу одного босса в лабе записать. Ну, и типа, ну, и все, короче, пока. Пока хуй знает. Не придумал еще пока больше ничего. РТА просит, может, РТА запишем, посмотрим. Всем спасибо, всем пока. Да юб твою гибли.